Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минфин не хочет индексировать пенсии по инфляции. Там считают, что из-за падения цен на нефть упали доходы, экономика и реальные зарплаты. Растет разрыв между сокращающимися зарплатами, источником доходов для пенсионных выплат, и самими пенсиями, которые государство обязано индексировать на уровень инфляции. Растущие из-за индексации расходы ПФР, не поддерживаемые аналогичным ростом зарплат, это один из основных источников бюджетного дефицита. Индексация по инфляции как раз также приводит к бюджетному дефициту фонда. Ну что тут можно сказать? Возможно, руководству ПФР надо уже уходить в отставку, раз проблемы решать не могут. Бюджетники могут остаться без прибавки к зарплате. Обещанное повышение оказалось под угрозой из-за кризиса, отмечают экономисты. При этом формальное подтягивание выплат до нужных показателей только увеличит нагрузку на педагогов и медиков, реального же роста доходов не будет. Так что в полной мере исполнить майские указы президента не удастся. А неисполнение указов наравне затронет всех бюджетников, однако сильнее всего пострадают категории со сравнительно невысокими номинальными доходами. Школьные учителя, воспитатель в детских садах, медработники в муниципальных больницах и поликлиниках. Ну так ведь недавно объявили, что кризис-то кончился. Проблем с демпингом на внутрироссийском туристическом рынке пока не наблюдается. Средняя цена отдыха на Черноморском побережье по-прежнему находится в районе 20 тысяч рублей на одного человека. Однако в потенциале риск развития демпинговых войн действительно есть, так как всплеск спроса на внутреннем рынке оказался значительно меньше ожидаемого из-за укрепившегося рубля. Вот всем мешает укрепившийся рубль. Ну давайте вернемся к миллионам рублей за буханку хлеба. Только вот легче не станет, ведь проходили уже. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок. Индекс ММВБ опустился до отметки 1658 пунктов. Лидеры падения – акции Русала, Магнита, Фосагра, Преф и Сбербанка, Мечила и РДР Русала. Среди лидеров роста – бумаги Аэрофлота, НЛ Россия, НМТП, Русгидро, Дикси и Преф и Башнефти. Понишение на российском рынке происходит на фоне ослабления рубля к доллару и снижения фьючерсов на американские индексы. Торги во вторник в Европе завершились в зеленой зоне, в США разнонаправленно. На азиатских рынках преобладают покупки. Курс доллара на 20 мая – 49 рублей 17 копеек. Курс евро – 55 рублей 10 копеек. Золото стоит 1928 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 51 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 77 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова